Слава нашему Господу! Бог даровал нам вечеречнее служение, и мы предстоим пред Его лицом. Я читаю Слово Божие перед нашей молитвой. Исаия пишет такие слова в 11 главе. И произойдет отрасль от корня Исеева, и вет произрастет от корня его. И почет на нем Дух Господень, и Дух пророчества и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Слава нашему Богу! Исаия за много лет до рождения Иисуса Христа предвозвещает, что придет Мессия, что придет, будет отрасль от Исея. И что Дух Господень почет на нем. И там ниже написано, Он будет судить народы Свои, будет водить путем Своим слава нашему Богу. И мы, так сказать, преддверие этого праздника. В этой стране уже празднуют этот праздник, но мы преддверие и будем славить нашего Господа. И хотелось бы, чтобы в эти дни мы оценили то, что сделал для нас Господь. Почему Он пришел для тебя и для меня? Чтобы мы это уразумели и прославили Господа за Его пришествие на эту землю. Перед нами сейчас служение. И мы, вставшие, попросим, чтобы Бог благословил нас в этот вечерний час. Аллилуйя! Великий Господь! Благословен Ты! Благословен Ты! Благословен Ты! Стали, поспешите, младенца, встречайте, Бога, народ ждет тобой. Воздуки к пещерам прежде всех пришли, В сердце просто ломки Господа нашли. На поле и поле, пресударе, даре, даре, Бога, народ ждет тобой. На поле и поле, пресударе, даре, Бога, народ ждет тобой. Рождество Христово ответ пролетел, Он летел по небу людям без субъек. Все люди веку и все день, Рождество день, День Христово Рождество. Все люди веку и все день, Рождество день, День Христово Рождество. Слава нашему Господу, что мы по множеству милости Его находимся на этом месте. Это Он решил здесь, чтобы мы пришли на это место, прославили имя Его и прибыли с Ним в общении, в этом служении. И научились от Слова Его, как написано, что Господь есть Слово. И я буду сегодня вести проповедь свою, большую, о Слове Божьем. Написано в Матфеи, я возьму 12 главу, здесь такие слова написаны. Говорю же вам, что за всякую праздность от 6 стих 12 главы, Какое скажут люди, дадут они ответ в День Суда. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Такие слова написаны здесь. То от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Некогда, когда Израиль был в пустыне, и вроде бы вот уже недалеко они от обитованной земли, Моисей посылает 12 соглядатых. Он посылает их, чтобы они ту землю проверили, что она за земля. И что получается? Они возвращаются назад. Два человека говорят о том, что мы победим, что мы все время делаем. Десять человек говорят совсем иное. И они отвратили народ. И что получилось? После тех слов, которые они сказали, эти десять человек, они погибли, Господь истребил их. Здесь же в это время присоединились. И сказал, что будете сорок лет ходить по пустыне. Сорок лет будете ходить. Вместо сорока дней они сорок лет после ходили по пустыне. За то, что они не поверили. За то, что... И у них вышло такое слово, вышло у них. Такое слово. Их не веря. Вот и написано, что от слов своих осудишься, от слов своих оправдаешься. И Слово Божие нас учит тому, чтобы мы были очень внимательны к слышанным. Я читаю сейчас в второй главе евреям. Тоже один стих читаю. Это будет первый стих. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Особенно внимательно мы должны всегда слушать то Слово Божие. Слушать и вникать его. Иногда братья выходят, я скажу вам, и путаются. Называют одно место, говорят другое место. Мы приходим на это место, чтобы вы слушаете. Мы должны быть особенно внимательны. А не то, что не в Слово посмотрел, я думаю, тот брат, а с интернета списал. И не по Библии читает, а читает рядом по бумажке. И у нас и сегодня такое было. Два раза было сегодня такое. Сказано были, не те слова были сказаны. И все знают. Скажите, кто не знает, что написано в 53 главе? Это пророческая глава Исаии. Поднимите руки, кто не знает. Все знаете, что написано. Так что мы должны быть особенно внимательны к слышанным. И должны особенно это Слово изучать. Потому нас Бог и призвал на это место. Мы как школьники. И придет то время, когда мы пристанем пред Господом, чтобы ответить за то, что мы делали в теле. Здесь, когда были здесь. Как мы учились. Как мы ходили. Как мы ходили пред Господом. Когда здесь. Я дальше возьму снова со Старого Завета. Я возьму Иосифат. Это был прекрасный царь. Иосифат. Был прекрасный царь. И почему он имел победу? Когда мы читаем 20 главу, на него слишком много выступало. Но он имел победу, потому что Господь был с ним. А почему он имел победу? Да потому что он научил народ Слову Божьему. Он научил народ Закону. Он научил народ Закону. Третий год здесь написаны слова. И возвысилось сердце его на путях Господних. Притом он высоты отменил. И Дубравы в Иудее. И в третий год царствования. Это 17 глава 6 стиха. Он послал князей своих. Бенхаила, Иовадию, И Захарию, И Нафанаила, И Михея. Чтоб учили по городам и уйденным народ. И с ними Левитов, Шемаю, Нефанию, Зевадию, Иозаила, Ишемира, Мохва, Ионафана, Иодонию, Итов, Иодонию, Исними, Елишму, Иорама, Священника. Здесь даже называются имена тех, кто учил народ. Те, которые знали Слово Божие. Когда мы читаем Неемию, в 8 главе там написаны такие слова, что читали закон и прикладывали к этому прочитанному толкование. И народ понимал прочитанное. Читали закон. Они не рассказывали закон там, но читали его. И народ понимал прочитанное. И они все понимали. И когда они прочитали о тех праздниках, которые были там, о кущах как раз праздник был, то они все веселились при лице Господа и праздновали этот праздник. А у нас тоже подходит праздник. Праздник Рождества нашего Господа Иисуса Христа. И мы будем также особенно внимательны. И мы пришли сюда, чтобы научиться Слово Божие. Не думайте, что я уже все знаю, что я уже все то. Нет, мы ничего не знаем, если Бог для нас не откроет этого. Когда-то Христос шел к сотнику, попросили, чтобы он исцелил слугу. И что сказал сотник? Не иди, Господи, ко мне. Скажи только Слово, и слуга мой будет исцелен. И слуга его исцелился. И Христос сказал, не видела такой веры в Израиль, как вот в этого сотника. Сотник был, я думаю, с язычником, он не был евреем. Он был римнялиным. Такие слова здесь написаны. Так мы должны это и понимать. И если мы живем в Слове Божьем, если мы принимаем это Слово Божие, то мы будем иметь успех. А если мы только где-то там, затем пришли, послушали и ушли, то мы ничего не будем иметь. Мы будем молиться, когда придет беда. Но Господь не выйдет навстречу. Потому что Слово, которое мы читали, мы его не растворяли в сердцах своих. Не растворяли, а просто прослушали и ушли. И дальше я читаю, где же в евреях это будет. Я возьму четвертую главу. Когда случилось это у них, я повторяюсь, когда эти двенадцатого года-то его пришли, они взбунтовались. Апостик Кореев взбунтовал. Там народ. И все, вот так они шли. И вот так за сорок лет они все умерли. Все умерли. Они не увидели той обитованной земли, которую Господь обещал для них за свое неверие. Потому что Слово, которое они слышали, оно не было растворено. Над ними стоял столб огненный и столб облачный. И они привыкли к нему, что так и должно оно быть. Но когда мы читаем Иисуса Навина, Ироав Блудница говорит о том, что мы слышали, язычники слышали и боялись о них, потому что они знали, что они придут и истребят их все. Если так оно и получилось, Израиль пришел уже через сорок лет и истребил эти нечестивые народы и получил эту обитованную землю. Так что мы должны быть растворять то слово, которое мы услышим. А не так, выслушал и пошел. И забыл, о чем говорилось. И суета земная, я говорю, это тринадцатая глава Матфея, когда мы читаем, а там четыре почвы. Четыре почвы. Дорога, там потом камень, потом тернии, и последняя самая благодатная почва, куда падает семя, где оно растет и развивается. И это есть то семя. И мы должны, чтобы, если у нас там есть какие-то там в нашем сердце недостатки, мы должны их удалять просто из наших сердец. и поступать по слову, как слово учат. Когда апостолы, Христос вознесся на небеса, и апостолы молились, они не отлучались. И было их там человек около 120. И они приняли Духа Святого, который сошел на них. И через них начал действовать Господь. Потому что они приняли то слово, потому что они поверили тому слову. И когда они шли, я прочитаю это тоже место, вы его все хорошо знаете, Петр, Иоанн 3 глава с 1 стиха. Шли вместе в храм, час молитвы 9. И был человек хромой от Шрева Матери, его которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостяны, уходящих в храм. Он увидел Петра и Иоанна перед ходом в храм, спросил у них милостяны. Петр и Иоанн, смотревшись в него, сказал, взгляни на нас. Он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею, даю тебе. Во имя Иисуса Христа на зоре встань и ходи. Они приняли Слово Божие, они приняли Христа, и во имя Его делали великие чудеса и великие знамения. Филипп тоже ходил и тоже делал знамения, и ему верили, все народы приходили, и все у них получалось, а потому что то Слово, которое они слышали, они растворили их в сердцах своих верою и получили то обещанное от Бога. Вот так надо и нам поступать в нашей жизни, чтобы нам приблизиться к нашему Господу, постоянно ходить в служение, постоянно разбирать Слово Божие, читать его, не оставлять его, так, чтобы когда-то у меня посидел там, а потом достал Библию, а она вся уже запилилась, протер ее, что-то прочитал и забыл, о чем прочитал. Вот так мы должны поступать. Так поступали и апостолы, так написано. Много мы видим таких служений, где мы читаем об этих всех чудесах и знамениях, которые были и через Павла, и через других были, там, и через пророков были, и через других там братьев, которые ходили, через Филиппа, когда мы читаем. Вот так. И нам написано в 11 главе, вы тоже знаете, когда мы участвуем в проломлении, мы всегда читаем эти слова. Ибо всякий раз, когда 26 стих 11 глава, когда вы едите хлебце и пьете чашу, сию смерть Господню, возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлебце или пить чашу Господню достойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть есть тут хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто есть и пьет недостойно, тот есть и пьет в осуждение себе, не рассуждая о теле Господня. Вот того многие из вас немощны и больны и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Я понимаю так, что, может, люди не совсем понимают того, в чем они участвуют и как они делают. Может, они не полностью раскаялись. И потому написано, что многие немощны, больны и немало умирают. Потому что, не зная слова сего, народ все же движется туда, старается идти. Но у него что-то не получается, что-то не получается. в жизни. Вот потому мы приходим на эти служения. Всего три служения. Всего. Почему-то в воскресенье нас мало. Я не то, что там нету сейчас молодежи на кемпе, но постоянно. В воскресенье во втором служении нас мало. Не говорите, что вы там устаете. Не говорите, что у вас там тут. Два часа для Господа может любой дать. Я вам скажу, я колхозник, я был трактористом, туристом, я имел большое хозяйство, но я ходил в собрания, я их не оставлял. И у меня хватало этого времени, хватало два часа воскресенья, чтобы пойти в утро и пойти вечером в собрание. Понимаете? Хватало. Так что не надо говорить, что вы здесь сильно устаете. Этого не может быть. Я этому не поверю. Прочитаю еще из псалтиря, и мы будем молиться. Я прочитаю вам, значит, 110-го псалма, 7-го стиха. Дела, руки его, истина и суд, и все заповеди его верны, твердые на веки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послало народу своему, заповедало на веки завет свой, святое и страшное имя его. Начало мудрости, страх Господень, разум верный у всех, исполняющих заповеди его, хвала ему, пребудет вовек. Исполнять заповеди его, то, что мы должны слушать эти заповеди, растворять их в сердце своем и исполнять их. И мы будем ходить в страхе Господнем. Слава ему за все, будем его благодарить и славить. Аминь. Молимся. Буду жить по защитой Твоей крыть, буду жить в мире Божьей любви. 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 ПЕСНЯ Гибель Содома В этом стихотворении много мы возьмем из Библии. Ну, Авраам и Лот тоже. Кто-то глазами выбирал, кто-то духовно выбирал. Ну, хотя Авраам он не выбирал, а что осталось? А Лот выбирал глазами. Ну, и другое, не оглядываться назад. Много примеров из Библии здесь. То было в древности глубокой, но ясно все, и по сей час страницы Библии священной хранят события для нас. Рассказ библейский для примера стих сказать желаю я. Если в чем-то ошибаюсь, прошу, простите вы меня. Восток чудесный, край небесный. Как сад Господень, он цветет, руга, сады, поля и рощи, никто все это не поймет. И вот в раннинах тех богатых огромный город процветал. Роскошный был, а не богатый, никто ему жить не мешал. В садах цветущих, кто пал он, в стадах бессмертные кругом, пером все счастья не опишешь. То город был, друзья, садом. Высокобашни возвышались, и прочность крепкая в стенах, изящность, чудные отделки. Но вот вопрос здесь о людях, о люди города Садома. Их нет, друзья мои, теперь, но нашим дням и нашим людям от них остался лишь пример. Со скорби мрачной и волнении сидел погружен в думу Лот. Как вдруг две личности пришельцев остановились у ворот. Садомский нрав, житейский зной, Лот испугался за людей. Государь мои, прошу вас, вы просьбе не мрите моей. Прошу, зайдите для ночлега. Ужасные жители у нас. Прошу, зайдите и ночуйте. А так могу обидеть вас. О, нет, два путника сказали, на улице мы будем спать. Спокойные лица их и скромные, но Лот сильнее стал их звать. Тогда вошли они за Лотом, он позаботился о них. Как вдруг весь двор, наполнен шумом, толпа собралась в один миг. Грозят и путникам, и Лоту, стучат и ломятся через дверь. Тогда два путника сказали, пора, настало уж теперь. Кто у тебя здесь породнее, скажи своим и поскорей, немедлень, ни одной минуты, а мы пока повременим. Лот весь ужас и дрожащим, и зятьям в испуге побежал, и что случилось, а теперь он все-все дословно рассказал. Зятья, конечно, улыбнулись, за шутку речево сочли, и Лот один пошел обратно. Зятья, конечно, не пошли. Тогда два путника сказали, спасайся на гору поскорей, жену и Лота взяв за руки, то двух его с ним дочерей. Спешите все без остановки, да не оглядывайтесь назад. А туча мрачная, все ниже, Содом устала нависать. Вдруг страшный треск, земля вздрогнула и застонала, как больной. Жена в испуге оглянулась и стала столб лишь соляной. О, где наш скот? И где поля? О, где же мама? Что с ней сталось? Какой ужаснейший пример! Лишь море мертвое без жизни на месте том стоит теперь. Слава Богу за все. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Я представлюсь, Виктория и Елена Дзони. Мы из Украины, но не из Киева. Мы из Александрии. Это центральная Украина, Кировоградская область. Мы там живем, там покаялись, там трудимся, там наша церковь. И там, наверное, основной труд совершается. И служение наше, оно связано с музыкой. Это музыкальное служение. Мы пишем, исполняем. Исполняем как для нашего народа Божьего, для братьев и сестер, также исполняем для людей мира в целях евангелизации. Это, может быть, какие-то мероприятия социальные в городе у нас. Также это в тюремном служении, участие и служение с детьми, детками. Мы воспитываем в них музыкантов, учим петь и готовим к служению, если они христиане. И нам предоставилась такая возможность быть среди вас, быть на этом месте. В 2013 году мы были здесь, кажется, на вертельном служении тоже. И сегодня мы снова с вами. Мы хотим поделиться теми песнями, которыми нас Господь благословил. И надеемся, что они также станут и для вас каким-то ободрением, может быть, для кого-то утешением, может быть, для кого-то и обличением. Бог знает, что Он хочет сказать через эти песни каждому человеку конкретно. Первая песня называется «Моя доля». Она о том, что Бог ожидает, чтобы наша жизнь, наша судьба, она была хорошей. Но для этого Он хочет, чтобы Его воля исполнилась в нашей жизни. И пусть Господь благословит, чтобы действительно так оно и было, чтобы воля Божья для всех нас была на первом месте. Возможно, вы ее уже слышали. Пойте с нами. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Это песня, которая объединяет в себе три темы, три праздника. Это рождение Христа, это страдание Христа и это воскресение Христа. Она достаточно глубокая. Сегодня мы имели возможность в обеденное время тоже служить в одном из собраний. И знаете, зная эту песню, зная ее содержание, я только о ней начала говорить, как-то так Господь коснулся моего сердца. И я хотела бы, конечно, надеяться, что и вы тоже будете внимательны и услышите то, что автор текста вложил в эти слова. Суть заключается в том парадоксе, что как тогда люди гнали Бога, не принимали, так и теперь все продолжается. Люди меняются поколение за поколением, а ситуация в нашем мире, которая нас окружает, остается все та же, к сожалению. Но, однако, мы все здесь находящиеся, мы, слава Богу, знаем милость Божью, мы покаялись, мы приняли Его спасение, мы получили Его прощение. И за это слава Богу. И пусть эта песня тогда звучит как трагедия, как напоминание для нас о том, что произошло много-много лет назад, какой ценой мы получили этот великий дар спасения наших душ. Да, потому что все тогда началось с ясель. Маленький мальчик Маленький мальчик Маленький мальчик Маленький мальчик Маленький мальчик 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 В гости креста Его благодать. Он сошел, чтоб любовь подарить, Он сошел, чтобы небо открыть. Он принес с Небо прощенье и свет, Но в сердцах для Него места нет, Но в сердцах для Него места нет. Мальчик стал уже вечным царем, Не вместят Его ясли и дом, Но все так же спешит мир отдать В гости креста Его благодать, В гости креста Его благодать. Он сошел, чтоб любовь подарить, Он сошел, чтоб небо открыть. Он царит в вечном мире, любя, И все ждет и тебя, и меня, И все ждет и тебя, и меня. Слава Богу! Слава Господу, братья и сестры! Радость вернулась, То так печально, что люди не приняли, Но радость на то, что мы приняли Христа В сердце свое. И эта радость о нас не покинет. Вы знаете, самая большая радость Это быть спасенным и быть со Христом, Быть в Его руках, Под Его крыльями, как мы пели в псамме. И это великое счастье, Которого на земле, Ну, не каждый удостоился. Да и мы не по достоинству получили, А по милости Божией, По любви Его к нам. Слава Господу! И в эти праздничные дни, Когда все так блестит, Когда все нам напоминает о том, Приближающемся событии, Когда мы будем от всего сердца Благодарить Господа, Вспоминая Его рождение, Хотя мы и всегда благодарим, правда? Мы за все благодарим, Мы научены так. Слово нас Божие учит, Потому что сам Господь живет в нас, И Он побуждает, За все благодарите. И за хорошее, И за плохое, Которое случается, Это тоже в жизни нашей. Но вы знаете, Есть люди, которые с радостью это принимают, И те события, которые в этой стране Месячный период вспоминаний. Но есть те, которые, знаете, И недовольство проявляют, Даже среди христиан, Оно что-то им не нравится, Это нехорошее состояние, И надо молиться за таких, Чтобы все-таки пришла радость В сердце каждой души, Чтобы напоминало. Вот я смотрю, как, Слушаю, как пели сестры, Думаю, ну так Господь наполняет их, И то, что они научены, И красиво умеют петь, Но еще и внутреннее состояние их, Они от всего сердца, От всей полноты, Не стесняясь, Не смущаясь, Так как мы должны и говорить о своем Господе, Они поют о нем. Слава Господу! И вот вспоминая ту хронологию событий, Которое было, Я буду читать и всем известное местописание, Но, вы знаете, в эти дни оно как-то, Особенно мне, Ну, может, За того, Что я уже много имею времени, Ну, будучи на пенсии, Знаете, Нискуда не спешишь, Успокоенный человек, Уже насытившийся своей жизнью, Этими удовольствиями, Этими всеми событиями, И много рассуждаешь, И в Слове Божьем написано, Утишитесь на ложах ваших и рассудите. Иногда на ложах, иногда так сидишь, И все время рассуждаешь о глубине, В величии нашего Бога. Вы знаете, И когда смотришь, думаешь, Господи, как Ты велик! Как Ты велик! И человек хочет постичь Бога! Хочет познать Его так, Как Он познал нас! Это трудно! Это почти невозможно! Потому что, Вот это местописание, Которое я сейчас буду читать, Оно дает такие размышления для меня, Я размышлял о нем, И думаю, Господи, Как Ты все предусмотрел! Вторая глава Евангелия Луки С первого стишка. В те дни вышло от Кесаря Августа Повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая В правлении Кверинея, Сирией, И пошли все записываться, Каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, Из города Назарета, В Иудею, В город Давидов, Называемый Вифлеем, Потому что он был из дома и рода Давидова, Записаться с Марией, Обрученной ему женою, Которая была беременна. Вы знаете, Когда смотришь и читаешь это все, Думаю, Насколько Бог положил Луке Описать и исторические факты, И личные переживания, И характер Иосифа, и Марии, Насколько вложено в этих кратких словах. Вы знаете, думаю, Ну надо же так, Бог наперед все это предусмотрел, Чтобы вот так произошло, а не иначе. За много веков было сказано через пророков, Что ты, Вифлеем, Земля Иудина, От тебя произойдет. Там, в Вифлееме, Указан конкретный город, Указана земля какая будет, Через пророков записано. Это было... Читали каждый день И в Иерусалиме, И в других городах, Иудеи, И среди Израиля. Читали, Но не разумели. И вот надо было этому исполниться, Чтобы от тебя, Именно с Вифлеема, Вот там произойдет. А они не живут в Вифлееме. Мария с Иосифом не живут в Вифлееме. Они находятся в Галилее, В городе Назарет. И вот Бог предусмотрел, Как же их все-таки заставить, Чтоб Иисус именно в Вифлееме родился, Чтоб он туда пришел, Хотя Иосиф с Марией живут в другом городе. Надо было расположить сердце царя, Управителя той землею, Чтоб придумал перепись. Наперед! Я так думаю, Господи, Какие планы Твои! Какие дивные дела Твои! Ты, что сказал, исполняешь, И надо было располагать. Ты, значит, и царем управляешь. Ты управляешь и Марией. Может, не хотелось бы, Вот заставить бы Иосифа и Марию идти из Галилеи. Самолета не было, автобусов не было, Машин тоже не было. Это надо было пешком. И столько километров идти на перепись. Заставить его пойти туда, Что продела Мария. Сказал Иосиф, надо идти. Беременных очень трудно. Да я представляю, как они собирались. Знали, что это не однодневный труд. Не однодневный путь. Его надо было идти. И еще написано, что она спеленала. Надо было брать и пеленки. Надо было, Боже, она беременна, А готовилась к тому, чтобы рожать. Надо было брать с собой харчи. И это все надо было или нести, Или ослику везти. Вы понимаете? Они готовились к этому пути. И им надо было. Вот так по-человечески. Ну, последний месяц. Ты знаешь, что скоро рожать. Ну, куда? В какую дорогу? А Бог так сделал. Они не хотели. Но заставил их. Перепись эта заставила. Бог расположил сердце. Создал такую ситуацию в той стране и в других. Вот тебе надо так идти. У нас не так происходит перепись. Правда? В современном мире довольно не так. А туда, видите, надо было прийти в тот город, В который ты родился. И там зарегистрироваться. Я представляю. Если бы нам так вот пришлось в своем городе, В селе своем, в котором я родился. И при переписи надо было ехать туда. Где бы я ни жил. Я там то в Донбассе, то в России, на севере был. И вот надо было ехать. Надо было лететь туда. Если бы у нас такая была традиция. Но Бог это знал и предвидел это за много веков. И, братья и сестры, это меня настолько удивляет. Думаю, Господи, какие велики планы Твои. И написано в Слове Божьем, мысли мои не ваши мысли. Мы иногда мыслим, правда? И много мыслим. И столько у нас помыслов и планов на жизнь, на будущее. Они не все сбываются, правда? Потому что наши планы не планы. Мы даже вспоминаем, когда я мог думать, что я буду жить в Америке. А Бог предусмотрел и заранее. И вот так каждому из нас он путь его. А Давид еще больше говорит для нас, верующих. В Слове записано. Еще не было зародыша во чреве матери моей. А ты знаешь кончину дней моих. Про таким мы Богом ходим. Он нам дал жизнь. Христос нас послал на землю. И знает, когда мы уйдем с этой земли. Братья и сестры, как хорошо. Да он уже и приготовил обители. И Христос, когда был на земле, где-то он и родился. И он рассказывал о Царстве Небесном. Он говорил, что пойду и приготовлю вам место. И он пошел и приготовил. Я верю этому. Уже есть наше место, куда переселяться. Уже там где-то есть... Ну, даже мыслю невозможно, потому что так и написано. На разум не приходило человеку, что Бог приготовил любящим его. На разум не придет, потому что мы не можем этого понять. Я сегодня, знаете, имея много времени и не в осуждении, но скажу, что хоть иногда брат Гриша так сильно делает ударение, что сидят на компьютере. Вот, говорят, ну, не на компьютере, а в компьютере. Вот. Я люблю документалистику. И люблю сегодня смотреть, особенно, то, что наука открывает. Вы знаете, они удивляются, вот, потому что рассматриваешь все через Писание. Открывают много сегодня. И говорят тоже, я думаю, Господи, как велик Ты. Христос в свое время говорил, Отец Мой до ныне творит. Правда же? Творят. И наука доказывает, что творит. Объявляются новые галактики. Это представьте, что такое галактика. Вот мы живем в какой-то части галактики. Наша Земля. Солнечная система. Вот эти все. Земля, которая имеет свой размер, а Солнце в семь раз больше. Луна. И так далее. А наука открывает, что там творятся новые и новые появляются планеты. И есть такая планета, которая, Земля наша, по сравнению с ней, как Горошина. Думаю, а кого ж ты там, Господи, поселил? Может, каких-то сделал там, знаете, человеческий ум пытается куда-то залезть туда, у творения Божия, у того, что непостижимо ему. Наша фантазия развивается. Мы так любим помечтать, помышлять, когда время есть. Думаешь, Господи, если описано Херувимы, Серафимы есть, и одним описано нам в откровении, двумя крыльями летит, двумя покрывается, а другими шесть крыльев. Думаю, если бы нам сейчас показать такого Серафима или Херувима, я не знаю, и сказали, Господи, свят, свят, прости, но что это такое? Правда? А оно есть там, и вокруг Бога. И нам непостижимо, мы его, ни один художник не нарисовал, хотя рисует это человеческое представление, но мы не можем даже представить, какой тот Херувим, Серафим. А Бог его наделал. Может, он еще какую-то жизнь на каких-то других планетах сделал? Это его власть и сила. Он может, потому что смотришь, рассматривая творение Божие, мы видим через творение Господа. Я когда смотрю на птиц, вот надо ты сделал вот такое им жизнь. Только такие, она должна вот летать, она должна клевать, есть, знать. И за ней написано, что тоже Бог заботится. Рыбы, присмыкающиеся, сколько на земле, а растений, и у каждого свое определение жизни. То же это оно сердце, и тому уж и телят, и которые мы едим, и свинье, и каждому, и мы их ели, а нам оно, бери его, съедай. Для пищи дал Господь, и сказал, все на земле принадлежит человеку. Но ты ему дал жизнь, она тоже переживает боль, когда живет. Оно какие-то мысли, какие-то чувства, какие-то заложено у него. И все это Бог заложил каждому свое, свою программу. Господи, как велик ты! Как ты велик! И могу ли я постичь тебя своим умом? Могу ли я познать тебя так, как ты есть, Господи? Помните, ученики тоже, когда ходили с Христом, и говорят, Господи, покажись нам Отца и довольный из нас. Ну, и что ответил Христос? Что Он ответил им? Говорит, видевший меня, видел и Отца. Ну, сказал бы вам так. Вас удовлетворил этот ответ? Даже если бы видели Христа в то время. Ну, меня, по моему характеру, меня бы это абсолютно удовлетворило. Он сказал, ну как, ну объясни, Господи, ну разжуй мне это положение. Как я? Ну, какой тогда отец, если только тебя увидеть в теле? А Он рассказывал, что не по этому, а по делам. Говорит, и я делаю. Он поступает, что по воле Отца. И творит то, что Он сказал. Ну, для нас было, для меня тоже непонятно, но когда чуть-чуть откроется, вот, и понимаешь, Господи, открыл Бог разум к познанию проявления Христа было не только в знамениях и делах, которых Он делал. Он творил будущее. Он ходатай за всех человеку, на всех, которые есть на земле. И Он делал спасение для нас, чтобы мы нашли в Нем спасение и ушли в вечность туда, к Нему, где Он приготовил обитель. И думаю, Господи, какая великая привилегия. А мы не ценим часто. Ну, не то, что не ценим. Мы в суете своей забываем. Вы знаете, забываем. Прямо увлекаясь, обольщаясь. Ну, Он нас понимает. Я думаю, Ты знаешь, потому что Ты сказал, еще нету слов на языке Твоем, а я уже все-все знаю. И, братья и сестры, вот такого иметь Отца, который все знает и знает кончину моих дней, знает мою жизнь, знает мои страдания, переживания, когда я болею, когда что-то случается, когда сатана ополчается, как сегодня братья свидетельствовали нам. А Ты все знаешь. И только к Тебе вот зовешь, и Тюжий голос наш слышишь, нас разумеешь и спешишь на помощь. Высилаешь ангелы ангелов, сонным ангелом. Написано, ангелы, что ополчаются, вокруг кого? Боящихся Бога. Ну, я представил так вот. Мы часто говорим, а не задумываемся о том, о чем написано. Думаю, ополчаются. Это целый полк. Вы понимаете? А в полку, кто знает, сколько людей? И ангелы не один, а ополчаются вокруг боящихся. А мы их не видим. И не видим, что там творится в духовном мире. А там идет сражение за нас. Вы понимаете? И когда мы вот это хоть чуть-чуть представим себе, то думаешь, Господи, какая великая милость и любовь Твоя к нам, детям Твоим. Мы сегодня называемся дети. И будем ими. Потому что апостол не написал, кто будем, что будем, а кто будем. Мы теперь дети Божьи. Но написано неизвестно, что кто будем. Там, когда придем, а какой, ну, как это понять, кто будем мы? Мы есть кто, человек, ничто, а кто, живое существо. И там мы придем к Нему, и уже как дети получим наследие. Вы понимаете? И там Христос, когда рассказывал о Царстве, был ты верен на земле в малом, поставлю тебя над многими. И города какие-то там есть, и какие-то видны земли. Что-то Бог, опять какие-то планы у нас есть. Когда мы придем, и когда Бог совершит, когда к Нему туда придем, Бога уже есть для нас планы. Они нам непонятны абсолютно. Мы не можем даже представить так сквозь тусклое стекло, гадательно, как апостол Павел пишет. Но если мы здраво рассуждаем и уходим в размышления о Боге, Господи, в Твоих руках все, вся вселенная, и жизнь моя, и будущность моя, и вечность моя, которую я буду проводить. И никто не похитит нас из руки. Ну, может быть, и тяжело будет еще, потому что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное. Может, и еще будут скорби. Но до этого времени ты помог, ты сохранил. И эта надежда с любовью двигает нас делать дело Божие. Вы знаете, к одному пресвитеру пришел, я уже говорил немножко в малом кругу, ну, и в этом не сильно большой, но скажу. И говорит, я хочу служить Господу. Ну, говорит, и как ты планируешь служить? Ну, я служу Богу. Он говорит, ты служишь Богу? Извини. Давай порассуждаем, правда это или нет, что ты служишь Богу. Расскажи твой дневной распорядок. Как ты вот за сегодня прослужил Богу? Ну, расскажи. Ну, я встал. Так. Поблагодарил Бога, что день. Да, это хорошее дело. Ты всего лишь рассказал то, что есть Богу. Он уже знает, что Бог создал этот день. Он это знает, и ему ничем не послужил Богу. Так. Я его просил, чтобы он меня благословил в этот день. Так. Ну, и что? И он говорит, и кто кому служил? Ты попросил, ты этим служил Богу? Или попросил, чтобы Бог служил, и ангелы тебе послужили? Он говорит, Бог меня благословил. Так, кто кому служил? Он охранял тебя. Он тебе давал все, пищу и одежду. И все-все он давал силы для труда, здоровье тебе дал. Кто кому тут служил? Он так смотрит. Говорит, и что? Ну, я пошел на работу и работался. Для кого? Для Господа ты работал? Да нет, говорит, для себя. Опять не служил. Опять не служил Господу. Говорит, ну, и пришел в обед, я опять помолился. Ну, и что ты в молитве сказал? Господи, благодарю тебе. Ну, слава Богу, хоть научился благодарить, видя во всем руку Божью. Это тоже. Ну, и дальше, и дальше попросил, чтобы Бог благословил. И опять ты Господа сделал слугою. И опять Он тебе должен служить, а не ты Ему. Он говорит, а когда же я служу? А когда же получается, то мы вообще не служим Богу? Бог нам служит, говорит. А мы Ему. И в чем служение? В чем заключается служение Богу? Вы знаете, Христос сказал, говорил. Как ты говоришь, что любишь Бога, а брата, которого ненавидишь, ненавидишь. Вы понимаете? И вот служение Богу, когда мы поступаем по Слову Божьему, когда мы любим, когда мы стараемся, написано, ищите пользы себе, да? Другому. Вы знаете, что для нас, христиан, написано, не себе пользы искать, а другому. Ну, а у нас натура такая плоская кричит, прежде всего себе пользу, а потом, что осталось, то уже другому. А для нас написано, чтобы мы искали пользы себе. Ну, и чем я полезный сегодня был для каждого из вас? Ну, чем я послужил? Вы знаете, вот когда мы говорим или наставляем, вникая в Слово Божье, и когда мы любим, и любовью служим, вы эту любовь ощущаете, правда? Даже в речи нашей. Когда мы говорим или проповедуем, оно слышно. Когда человек в любви говорит, а когда говорит, вот, спреди, что-то, проповедь вот идет, мы не такие, мы всякие, думаешь, ну, видно, брат точно такой, потому что это избитка сердца, говорят, уста, понимаете? Если в сердце там вот такое, значит, он себя прежде всего видит и кричит, вы не такие, да мы не такие. Ну, точно ты не такой. А я в себя вникая, думаю, Господи, прости, чтобы и мне таким не быть. А если замечают, Господи, прости меня, я точно такой, как и он, не осуждая этого человека, а любя. Мы молимся друг за другом, и когда видим, что брат или сестра находится не в должном состоянии, то есть внутри, в сердце его, нет той любви Божьей, мы должны молиться. Мы должны молиться друг за друга. Вот это и есть тот труд, который мы несем. Для чего мы собираемся, для чего слушаем Слово Божие, чтобы мы могли помолиться искренне, даже в сердце. Потому что Христос сердцеведец, знает мысли, и знает, как ты относишься к брату, к сестре, как ты хочешь его видеть в своем доме, как ты хочешь, чтобы с ним поделиться чашкою кофе или чая. Или не надо мне видеть. Понимаете? Вот все этот Бог знает и хочет, чтобы мы были в любви. И когда в любви пребываем, тогда начинает через нас работа Божья, не наша. Дух Святой начинает через нас и говорить, и действовать, повелевая бесам, но только написано для нас достигайте любви. И когда мы находимся в любви, тогда начинается дальше процесс. Достигайте любви, а потом вы имеете право, что делать? Ревнуйте о дарах духовных. Не плотских. Нас хватает и пение даров, и стихотворений, и проповедей. Это все тоже наше человеческое. Можно этому научиться. Но начинается действие Духа. Дары Божьи начинают действовать через нас. Когда мы в любви, и начинается и проповедь в любви, и пение в любви, и служение в любви, и все эти действия, которые нам должно делать, они происходят в любви. И Бог начинает Духом Святым делать через нас дело. Вот это и есть служение пред Богом. Но когда мы ослабеваем, мы видим, должны молиться. Знаете, когда хорошо, если есть молитвенники, которые молятся за тебя. Мы ощущаем даже, когда кто-то за тебя лично молится. Какая-то старушка или брат старец, или кто-то. Боже, молодежи некогда в них, знаете, успешка. Им за себя же надо построить жизнь. Их впереди еще столько лет, а тут за какого-то деда молиться, за какого-то брата они так скользко вас через разум пропустили и забыли. А уже старцы, они степенны написаны. Старцы люди, старые люди. Я смотрю на себя намного степеннее стал, чем был. Характер у меня скверный, вы знаете, поспешный такой, иногда по ревности такого нарубаешь дров, что потом и стыдно, и жалко, и каяться приходится. Ну что, характер такой говорил. Но Бог меняет, и характер дает степенность. В старости ты уже начинаешь остепенись, кажется, знаете, остепенися, кажется уже. И ты ее остепенился, наделал, а потом посмотрел. Ну хорошо, лучше было так, как говорят, что евреи просили у Господа, Господи, дай мне тот ум, который у Ивана после. То есть, когда уже он наделает делов, то он такой умный, и уже, а, надо было так, а чего ж ты так поступил? Ну, у евреев такой ум есть, Бог дал, что они прежде, чем что-то сделать, обдумают. А мы не, мы спешим. Но Бог видит нас и любит нас, как детей своих, и милует нас, потому что он есть Бог любви. И, братья и сестры, пусть вот это Рождество, которое приближается, оно, я когда слышу, чтобы нам надо упустить Христа, я говорю, а до сих пор что? Только вот на Рождество или когда? Я не, мне многие выражения наших братьев, думаю, но настолько неосмысленные. Мы даже призываем и не думаем, что говорим. Вот так привыкли, вот так говорили. Господи, приди к нам. А ты что, выгнал его? Неужели ты, он у нас? Он сказал, я поселюсь у вас, буду жить у вас, буду вашим Богом. Он тут, внутри, в нас, в нашем разуме, в чувствах. А куда ты его выгнал, что призываешь и кричишь, Господи, приди к нам? Да нет, Господи, ты уже в нас. И мы благодарим тебя, что ты с нами. Но мы иногда не понимаем этого и кричим, приди к нам. Ну, силою своей наполни. Духом ведения, ума и разума, и мудрости наполни, чтобы нам разуметь глубину, высоту, широту, как нам написано, чтобы нам уразуметь всю любовь к Христову. Пусть Господь каждому из нас поможет всегда вникать в себя и в учение, заниматься с ним постоянно, не спешить, ибо торопящийся ногою всегда уступится. Но Бог дает все тем, которые, глубоко смиряясь, приходят к нему и видят себя и бьют себя в руки и говорят, Господи, ты прости меня, грешника. Бог таких любит. Он прощает, потому что он отец заботящийся. И пусть этот праздник начнется с 25-го, уже, меня начался, допустим, еще раньше. Я, видя вот это все, меня радует это. Я, когда слышу, вижу, меня радует, я радуюсь вместе с вами. И, а когда уже придет этот день особый, торжественный, надо просить, Господи, наполни силою Духа Твоего, которым Ты наполнял и давал ту радость, которую мы переживали, которая на земле такая редкая, ее пережить легко, ну, невозможно. То есть, люди своими силами этой радости не получат. Вы сами пережили, когда наполнял Дух Святой, тогда и радуйся, и не знаешь, лишь и готов бросить эту землю, готов уже на небо, наполняет радость неба. Но пусть она и не оставляет нас во все дни эти предпраздничные. Пусть Господь благословит нас всех, будет с нами, утешает нас, ибо Он живет в нас. Братья и сестры, поверьте этому, вникните в себя, Господь в вас. Духом Святым вы прекрасные люди, очень счастливые люди. Нету таких на земле, кто не знает Господа. В мире эти люди несчастливые, и они ищут счастье в земном. А вы знаете, что наше счастье на небе, и великое счастье жить с Господом здесь, когда Он в тебе, когда Он изнутри учит, а Слово всего лишь направляет стези наши, чтобы нам быть покорными Господу. Да будет Его имя благословенно. Аминь. Аминь. Слава Богу. Станем вместе. Иисус. имя сладко мне, почой и радость в нем душе, люблю, Утвердить его висеть на имя Иисуса. Иисус, тебе хвала и измены навсегда. Славьте, славьте все уца на имя Иисуса. Славься, славьте все уца на имя Иисуса. Иисус, тебе хвала и измены навсегда. Славься, славьте все уца на имя Иисуса. Иисус, тебе хвала и измены навсегда. Иисус, тебе хвала и измены навсегда. Славься, славьте все уца на имя Иисуса. Иисус, тебе хвала и измены навсегда. Славься, славьте все уца на имя Иисуса. Пойте с нами, пожалуйста. Там очень простые слова в припеве. Нам нужен Бог, нам нужен Бог, людям нужен Бог. Если вы чувствуете, что вам Бог нужен, пойте. Славься, славьте все уца на имя Иисуса. Как нужен Бог тому, кто в Бога верит? Как нужен Бог, не знающим Его? Никто нужды той Боги не измерит. Мы все во всем зависим от Него. Бог нужен, нужен каждому на свете, среди всех этих хлопотных дорог. Когда в беду попали наши дети, когда болезнь внезапно сбила сток. Нам нужен Бог, нам нужен Бог. Бог нужен, Бог нужен, Бог нужен, Бог нужен в море, если там несчастье. И помощь ниоткуда не придет. Бог нужен в воздухе, когда ненастье, и потерял с землею связь пилот. Когда твой друг в горах завис над бездной, а ты не можешь там ему помочь. Когда попытки выжить бесполезны, вокруг метель, а впереди вся ночь. Нам нужен Бог, нам нужен Бог. Людям нужен Бог, людям нужен Бог. Людям нужен Бог, людям нужен Бог. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Нам нужен Бог, нам нужен Бог Аминь хочется сказать после этой песни. Нам нужен Бог. И мы это понимаем, особенно тогда, когда у нас какие-то проблемы. Но если мы мудры, если Господь нам даёт мудрость, и тогда, когда хорошие времена, мы тоже видим свою нужду в Боге. Только Господь способен нам указать, что для нас действительно хорошо, или что-то нам кажется хорошим. Ещё одну песню как раз в честь Рождества, в преддверии Рождества, как пожелание вам светлого Рождества, мира, любви, добра. Вот мы её будем сейчас петь. Если вы её слышали, знаете, пойте с нами, пожалуйста. Звёзды светят над землёй, людям с высоты, Смотрят и на нас с тобой взглядом чистоты. В эту ночь зажглась звезда дивной красоты, Возвестила, что пришёл Бог людей спасти. Свет слава Рождества, мира, любви и добра, Мы пожелаем вам сегодня в этот час. Бог в мир пришёл, как дитя, чтобы спасти тебя и меня. Это праздник радости для нас. Тот, кто создал этот мир, Тихо в яслях спал, Он пришёл, чтоб ты и я Мир его узнал. Утомлённому даёт Радость и покой, Счастье сможешь обрести Лишь с Христом, друг мой. Светлого Рождества, Мира, любви и добра, Мы пожелаем вам сегодня в этот час. Бог в мир пришёл, как дитя, Чтобы спасти тебя и меня. Это праздник радости для нас. Светлого Рождества, Мира вам, любви и добра, Пусть в ваших сердцах всегда будет мир Божий, Пусть в ваших сердцах будут наполнены всегда, И пусть и не вечером тоже. И пусть огонь любви Божией всегда горит в ваших домах И в наших. Светлого Рождества, Мира, любви и добра, Мы пожелаем вам сегодня в этот час. Бог в мир пришёл, Бог в мир пришёл, нас любя, Чтобы спасти тебя и меня. Это праздник радости для нас. Светлого Рождества, Светлого Рождества, Мира, любви и добра, Мы пожелаем вам сегодня в этот час. Бог в мир пришёл, нас любя, Чтобы спасти тебя и меня. Это праздник радости для нас. Слава Богу! Благодарим сестёр за пение и за поздравления такие, за благословения. Да будет так! Да будет так! Слава Господу! Писание говорит, что Великое благочестие – тайна. Великая тайна. Бог явился во плоти. Бог явился во плоти и показал себя людям. Нам уже разоговорилось об этом, что Бог показал людям себя. Писание говорит, что Бога не может никто увидеть. Если бы, как сказал Моисею, Нельзя, Невозможно увидеть. Невозможно. Бог покрывал рукой Моисея, прятал в расселину скалы, чтобы пройти, только, говорит, Славу мою можешь увидеть сзади. А так невозможно. Но Бог явил из любви, Своей любви к людям, показал себя в Сыне Своем, чтобы могли познать Бога. Слава Ему! И Он родился для того, чтобы мы уже много слышали, чтобы что-то дать. Первый брат, когда читал, просили благословения, он вопрос задал такой, для чего? Для чего Он явился нам? Воплотился? Попробую я немножко, стараюсь не затягивать. Девятнадцатая глава книги Судей. Остану свой список. Но я выписывал его с Библии. И буду читать с Библии. Девятнадцатая глава, с семнадцатой, даже, наверное, раньше, четырнадцатый до двадцать первого стиха. Это повествуется... Я прочитаю. И шли, и закатило солнце под Лягивы Вениаминовой. И повернули они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. Пришел он и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой, жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он, подняв глаза свои, увидел прохожего на улице городской и сказал старик, «Куда идешь? И откуда ты пришел?» Он сказал ему, «Мы идем из Вифлеема Иудейского горе Ефремовой, откуда я. Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, так же и хлеб, и вино для меня, и для рабы твоей, и для сего слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка». Старик сказал ему, «Будь спокоен, весь недостаток твой на мне. Только не ночуй на улице». И вел его в дом свой. Я, знаете, эту историю, я не о ней. Я не буду упоминать, сегодня уже упоминалось нам о Содоме. Я хочу обратить внимание на вот эти вот стихи, которые последние я прочитал. Старик сказал ему, «Будь спокоен, весь недостаток твой на мне. Только не ночуй на улице». «Весь недостаток твой на мне». И это как бы даже название, наверное, того, что я хочу сказать. Проповедь. «Весь недостаток твой на мне». Я чуть хочу поговорить о недостатке. О недостатке. Несколько раз было на молитвенных, Бог говорил, обращаясь к народу своему, и говорит, «Я знаю ваши недостатки, я знаю твои недостатки». И так, взвешивая, что за недостатки, и постараясь вникнуть в слово, Бог говорил не о грехах. Бог говорил не о грехах. И так воспринимал. Знаешь недостатки, то есть знаешь мои грехи. И это так, Он знает. Знает состояние сердца, состояние, что там внутри, в потаенных уголочках моего сердца. И каждого из нас Бог знает. Он в сердце ведет. Но когда говорит, «Я знаю твои недостатки», Он говорит не о грехах, а именно о недостатках. Дальше, я напомню Иова. В 4 главе, там тоже один из друзей, который пришел навестить Иова, он говорит такие слова. Он усматривает, я не полностью буду вспоминать, только усматривает недостатки у своих ангелов. И тем более, это 18 стих, тем более в обитающих в храме избрения, которых основание прах, которые истребляются скорее моли. И тут это не зависит от нас. Есть недостатки. Он усматривает в небожителях. А Писание говорит, что если он что-то нечистое, там оно моментально будет низвергнуто с неба. Но он усматривает недостатки, и это и у каждого есть. Один Бог, мы слышали, совершенный. Один Бог, совершенный. А мы и ангелы Его творения. И Он сотворил такие, как Иова, и у Иова написано, что творение из брения, из праха, в которую вдохнул Бог, дух жизни, и оно стало душой живой, двигается, что-то мысли, что-то мыслит о себе. Но Писание говорит, что Он рассыпается как Катмоли, Красаева. Такие мы. Петр говорит, сравнивая, вот по отношению нам говорилось уже о Серафимах, Серафимах и Херувимах, об ангелах, что они по сравнению с человеком они намного совершеннее. И в силе они совершеннее. И упоминая об ангелах, Петр говорит, тогда как и ангелы, превосходя их силою людей и крепостью не произносят укоризненного суда. Вы знаете, о чем это. Но я просто обращаю внимание на то, что как они, превосходя силой и крепостью своей человека, они ведут себя более скромнее, чем человек. ну так будем. И евреям там говорится о Христе, это вторая глава, что есть человек, что ты помнишь его. Что есть человек, что ты помнишь его. Немного ты унизил его перед ангелами, но славою и честью венчал его. Это говорится, Давид пишет о пророческе Псалома Иисусе Христе, но сравнивая как с человеком, опять же, опять же, человек по сравнению с ангелом, ну намного ниже, намного слабее, намного хрупкий, если так сказать, хрупкий, находясь в плоти или в храмине, как Петр говорит, избрения, он намного слабее. Дальше, если обратиться к левитам, там дан закон о священстве, и какой должен быть священник, я не буду перечитывать все недостатки, там говорится, что это в 21 глава, 17 стих, и там описывается много, что священник должен быть без недостатков, если не будет какого-то члена, глаз плохой, или хромой, или горбатый, или так далее, и различные недостатки перечитываются, он не может служить Господу. И Писание говорит, есть физические недостатки, есть недостаток у нас в силе, есть недостаток физические, бывают разные, разные недостатки. Так, если порассуждать, правда, кого-то, ну, просто даже кто-то красивее, кто-то не очень, кто-то выше, кто-то пониже, и кто-то покалечился, разные недостатки. Писание относилось к этому строго, это было запрещено, они не отлучались, они могли участвовать в трапезе, есть жертвы священнические, но приносить жертвы они не могли. Был такой закон. Пример Ависолома, о нем сказано, что он ни в чем не имел недостатка, ни в чем. Он ходил красивый, пышные волосы, так понимая, что о них говорится особо, там указывается вес, какой он имел, какой они не имели эти волосы, он стрих раз в год и в нем не было недостатка. В нем не было недостатка. Матфей пишет, 25 глава, притча о делах, и там, когда уже показалось, что сосуды начинают тухнуть, гаснуть, начинают выяснять, у кого есть запас, и обращаются друг к другу, и обращаются, просят «отдолжите», «но мудрые отвечают, чтобы не случилось недостатка, то есть нехватка чего-то, недостатка вот этого масла и у нас, то вы сходите и купите, и приобретите себе, если успеете». Мы знаем, что притча они не успели. Недостаток веры или недостаток веры. Павел пишет Фессалоникийцам 3 глава 10 стих. Он пишет так, «Ночь и день все усердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей». Чего недоставало вере вашей. Павел говорит, чтобы я хотел, я молю об этом, прийти, рассказать, чтобы вера ваша была полная. Вписание говорит, что от недостатка ведения, от недостатка гибнет народ. То есть сегодня брат нам говорил, чтобы мы бодрствовали, слушали, проверяли, сверяли с тем, что записано в Слове Божьем. Для чего? Чтобы вера росла, чтобы слово растворенное верою приносило свой плод. От недостатка в ведении гибнет народ. Евреям также дается такое «Да приступаем с искренним сердцем с полною верою», обращает внимание автор, с полною верою, краплением очистившей сердца от порочной совести, омывшей тело водою чистою. То есть есть полная вера, есть неполная вера. Если недостаток веры и приходишь к Богу, то получишь сколько? Сколько есть веры? Если сотник пришел и говорит «Достаточно Господи, чтобы ты только сказал Слово, тебе повинуются все, ты Господь». Он сказал «Я такой не видел веры в Израиле среди народа Божьего я не видел». Полная вера, ты представляешь полностью и исполняешь ее, ты находясь в земном подчинении властям, ты понимаешь, что то же происходит и в духовном мире. Ты повинуешься и тебе дана власть. Если бы ты не повиновался, ты бы не мог командовать сотней. То же самое происходит в духовном мире. Если мы повинуемся, имея эту веру, то результат нашей веры повиновения, подчинения кому? Тот, который пришел сюда, на землю, во плоти. И мы повинуемся ему. И он дает нам тогда и власть, и силу. Тогда мы не только называемся, но действительно дети. слава Господу. Также Писание уже упоминалось сегодня в песнях и передо мной уже говорилось обо всем этом. Яков пишет, если же у кого из вас не достает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, но допросит с верою. То есть опять же, мы впадаем в различные искушения, независимо от как, независимо от кого эти искушения, Бог обращает это воспитание, то есть смотрит, как мы из этих искушений выходим. Для нас это испытание. И мы как проходим их, то я думаю, что-то получаем больше. Бог дает больше силы, умножает веру, то есть сдали экзамен, ну так, по-простому, и что-то получили, перешли в следующий левел, в следующий уровень, в класс, как назовете, как вам угодно и что-то получите от Бога. Если только с терпением, с верой проходим. И чтобы пройти это, необходима мудрость. Необходима мудрость. И автор пишет, Иаков говорит, что если не хватает, просите, но тут нужно признать, тут нужно признать. Да и все нужно признать. Ефесянам. Я прочитаю. Третья глава, девятнадцатый стих. Я с Библией больше. Дадаст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верой усилиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божию. Павел молится такой молитвой, чтобы получить вот это откровение, познать Божью любовь, опять же, чтобы приобрести мудрость. Когда познаем, получаем откровение от Бога, мы все имеем мудрость, как поступить в различных ситуациях, как выйти из искушения, как сдать экзамен. Их каждый день у нас очень много. И когда хватает мудрости, проходим спокойно, легко и радость сохраняется. Прошел, и Писание говорит, радуйтесь. О, Господи, слава Тебе, я прошел, я прошел, ты дал мне мудрости, я различил это, и правильно поступил, и мир получился. Сердце наполняется любовью, исполняешься духом радость, а когда не получается, то тогда и гнетет, и уныние может подходить. Но не отчаивайтесь. Следующий шаг, Бог еще раз будет посылать, это подкрепит, и снова, и снова, и снова, пока мы на земле, сегодня напоминалось нам, что скорбями надлежит войти в вечность, в Царство Божие, оно приготовлено, приготовлены обители. Итак, первое послание Коринфянам, первая глава с четвертого стиха до восьмого. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас так, что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа». Павел благодарит Бога, благодарит за ту церковь, а мы чем-то отличаемся? Такие же люди. Может быть, одежда другая, и живем в более таких современных условиях, имеем технологии высокие. Павел говорит, что вы не имеете никакого недостатка в ком? Во Христе Иисусе. Вот для этого Он пришел. Вот для этого Он и пришел. Чтобы мы, которые, я перечислил недостатки, не для того, чтобы как унизить, мы все больше-меньше там в глазах Божьих, знаете, наши гении и какой-то средний человек, они в Божьих глазах, наверное, рядом стоят. По сравнению с Богом, для нас эта разница большая. Ученый человек и простой человек. Так, и мы разделяем. У Бога это нет. Он говорит, у Него нет лицеприятия, все одинаковые. По сравнению с Ним, мы одинаковы, как дети. Как дети у Отца, который любит, который Сына Своего отдал, для того, чтобы в Нем мы обогатились, обогатились полнотою Божества. И Писание говорит, что в Нем вы имеете полноту. Полноту. От Него, от Бога, от Него и вы, мы во Христе Иисусе. Так? От Него и мы, я перефразирую, от Него и мы все вместе во Христе Иисусе, который соделался нашей премудростью, стал нашей святостью, праведностью. В Нем мы избраны. В Нем. И Писание говорит, когда мы пребываем в Нем, мы не имеем недостатка. Мы не имеем. Если мы имеем полную веру и понимаем это, и приходим к Нему, мы имеем и силу. Мы имеем и силу в Нем. И Писание говорит имя Бога, крепкая башня. Почему? Почему? Кто может туда укрыться? А мы омыты кровью Иисуса Христа. Мы это знаем и мы уверены. Он явился для того, чтобы взять грехи твои и мои на себя и чтобы быть распятым на дереве, на кресте. И там Писание говорит, что жертвою своей уничтожил грех твой и мой. Не просто взошел, а уничтожил мой грех, твой грех, чтобы мы предстали перед Богом Отцом. Непорочные. Да, с недостатками. Да, как есть. Много недостаток любви, недостаток терпения и много еще можно перечислять. Но любовь говорит качество любви Коринфянам 13 глава там. Любовь первое что? Долготерпит. Любовь долготерпит. Если посмотреть, мы говорим другой раз у тебя нету любви, а вместе живут 30 лет. 30 лет. То что? Долготерпит. Есть есть любовь. Да, маленькая, несовершенная, но в ней надо возрастать. И возрастать как? Силою возлюбившего нас. Пребывая в нем, пребывая во Христе Иисусе, есть зачатки. И вот этими слабостями нашими недостатками пользуется сатана. Пользуется нашим неведением. И может искажать. Если Ависолома там не было недостатка, он гордость поднес. Поднялся и вот если бы я судил бы, то было бы тогда все решено как должно. И ты бы не остался необиженным. Вкрадывался в ферса людей. Ласково говорил. А если недостаток не хватает силы, то другой может и зависть в их подходить. Опять же гордость. Сатана пользуется. И вот здесь в Писании говорит, чтобы нам облечься во все оружия Божия. Чтобы противостоять и мудрость нужна. Но во Христе Иисусе, который пришел сюда на эту землю, мы имеем полноту Божества. Полноту Божества. И не имеем никакого недостатка. Так говорит Слово Божие. Если храним себя в Нем. Я думаю, мы будем молиться. Пусть Бог благословит нас, чтобы наша вера возрастала и укрепляла. Чтобы мы пользовались этой полнотой Божества, которую дал нам Бог во Христе Иисусе в Сыне Своем. Аминь. Слава Богу, братья и сестры, присядьте на минуточку. Воскресное служение подошло заключение или написано есть так солнце склонилось к закату и народ пришел в Сегор. Солнце уже давно зашло закат. Пред нами рабочая неделя. будем молиться, благословлять друг друга, чтобы Господь и хранил нас, и дал нам возможность, желание прибыть на последующие служения уже ближе предрождественские и само Рождество. Благословлять друг друга, а также я думаю сестры наши имеют диски, хотя я не спрашивал, да? Но в прошлый раз знаю, что были и этот раз есть, кто желает продлить наслаждение вслышание этих песен, благословенных песен, сказал бы, профессионально исполненных, пусть Господь благословит. Кстати, первую песню, которую вы пели, это ваша песня описана? Хорошо, слава Богу, я думал, что хорошо, да благословит вас Господь в вашем труде, кто захочется, можно приобрести эти диски. Братья и сестры, я, наверное, еще прочитаю все-таки, хотя утром читали те семь семей, за которых мы молимся, и не только сейчас и дома на всякой молитве мы вспоминаем. Может, не будем перечислять их, скажем, дома, но все равно скажем так, семь семей, за которых мы согласились молиться, Боже, благослови их, и нужды их добудут пред лицом твоим. Молимся за Родион Антона Регина, Регина, Родион Антон и Регина, Романович Анжелика, Назарчук Сергей Ольга, Менчук Яков, Степанида, Назарчук Руслан, Надя, Пусяк Лена, Оселетько Артем. Если есть у вас Пусяк Леня. Пусяк Леня. А если у вас есть какие-то особые нужды, пожалуйста, вы можете сказать. Субтитры создавал DimaTorzok, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова